здравствуйте дорогие зрители подписчики канала лично особное хозяйство в панере когда я был проездом в одной деревушке на окраине леса а местные жители сказали когда мы видим что пропали мыши и крысы в хозяйстве мы понимаем что скоро начнут погибать кролики и куры а это значит нам из леса пришла куница куница это вот такой маленький симпатичный зверек очень смелый очень самоуверенный бесстрашный убьет любого кролика любую курицу также спокойно задает и гусей и индиков на это у него хватит смелости но съесть конечно он это все не сможет но нанести вред хозяйству достаточно большой его силу по следу куница четкого следа не оставит как видите у нее лапки покушены так же сильно как у кролика поэтому где следов как у собак и кошек виде подушечек вы не увидите что касается куницы вот по сравнению с крышкой от полторашки она оставит вот такой след такой размер лапы куницы когда куница двигается она оставляет парные следы одна лапка чуть дальше другой вот примерно так вот прокладывается след куницы вот так же вы видите примерно размер крышки от полтора литровой бутылки и размер куницы способов поймать куницы достаточно много от таких сложных как куленка петли до самых простых это капканы самое оптимальное использовать тарелочный капкан если у вас тарелочный капкан с двумя пружинами ставится он взводом обеих пружин одновременно нажимаем разводим дуги здесь на тарелке имеется язычок язычок захватит поднимаем тарелочку отпускаем пужину таким образом у нас ставится капкан капкан мы ставим на тропе либо подвешиваем над ним приманку расстояние высоты примерно сантиметров 40 чтобы с других сторон к этой приманке не подойти пузырька выхода не будет он подойдет под приманку вот таким вот способом взводится капкан зверек наступает лапкой на тарелочку вот видите что получилось с палочкой то есть тройка капкан это довольно серьезный уже для них самый оптимальный конечно капкан это либо номер два либо номер один есть еще ноль он еще поменьше еще удобней самый удобный капкан это ноль либо один они не очень отличаются друг от друга по размерам значит такой капкан он также может быть такой пружины сбоку видите либо с такой пружины в принципе отличие у них только тем что вот этот капкан заряженный можно поставить на край жерди установи сюда и повесив вниз приманку зверек идет по жерди где краем жерди уже служит капкан встает в него падает вместе с ним в жерди цепочка прикрученная на конце жерди зверек остается висеть в воздухе таким образом он замерзает что касается постановки вот этого капкана здесь уже немножко по-другому он ставится нажимаем на пружину разводим также дуги здесь вот есть такой язычок этот язычок нужно перекинуть через дугу и также зацепляем тарелочкой вот таким способом ставится такой капкан чтобы наша куница попала в капкан подойдя к нашей приманке и не обошла можно взять вот такие досочки отрезанные размером примерно с куницу мы их возьмем здесь в своем хозяйстве всегда имеются какие-либо доски берем их одинаковых примерно размеров и устанавливаем таким способом вот такой коридор у нас получился достаточно того что так вот влезет кулак значит куница пройдет здесь для надежности можно скрепить либо болтами либо саморезами чтобы куница не сломала этот коридор также можно просто закидать снегом его чтобы было совсем по лесному и все устанавливаем капкан если устанавливаем капкан вот такой с пружиной пружинку лучше убрать чтобы она на нее не наступила а наступила сразу на рабочую поверхность цепочку можно также либо прикрутить край либо прибить гвоздем можно даже также сразу скрепляя эти две досточки прибить один край цепочки чтобы куница у нас не унесла капкан так как она его спокойно унесет вот таким способом ставится капкан чтобы его не засыпало снегом его ставим внутрь убираем в крайний коридор и туда в конец мы положим приманку любую когда куница начнет проходить она наступает на тарелочку капкан захлопнется и куница будет поймана вот такая вот красивая зверюшка всего доброго до новых видео а вот такой вот вот так вот и вот так вот вот так вот